Наша Ангара, конечно, гораздо спокойнее, чем реки Приморья, но тоже требует к себе внимания и заботы. Ведь одна из главных городских достопримечательностей – транспортная артерия, да и просто кормилица теряет свой прежний облик. В чем причина, знает Павел Марчуков. Плавать и добывать пищу птицам приходится среди тины и зарослей водорослей. Ангара начинает превращаться в болото в самом центре Иркутска. Причем приложили руку к этому и сами люди в виде очень большого числа бытового мусора. Увы, эта набережная – не единственное место, где Ангара постепенно теряет свой первозданный облик. В этом случае источник загрязнения в виде стока – непонятная жидкость. Ее происхождение неизвестно, однако цвет пены все-таки вызывает подозрения. Что это за стоки, визуально определить сложно, но это навряд ли ливневая канализация, ведь дождей в Иркутске не было уже больше двух недель. Причем таких мест сброса непонятной жидкости на этой набережной. Несколько. Эти стоки дали почву бурному обсуждению в интернете. На форумах люди высказывают массу предположений о том, что же именно загрязняет главную городскую реку. И даже советуют, что делать очевидцам, чтобы добиться правды. Недалеко расположена канализационно-насосная станция. Может, какие-то неплотности? Дрожжи сливают – это отходы. Ну, возьмите с собой баночку с крышкой, чистую, сухую, отберите в пробу и отнесите в лабораторию. После нашего звонка в администрацию Иркутска на место выехали экологи. Предварительно установлено, что этот сток не канализационный. Точную причину выяснит специальная комиссия. Проверка пройдет уже на следующей неделе. Но даже не специалисту понятно, что Ангара уже не та, что была раньше. И если горожане по-прежнему не будут о ней заботиться, то рано или поздно вся река превратится в такое болото. Павел Марчуков, Виталий Перетолчин. Новости по будням.